2015 год объявлен годом литературы. О том, какие новшества и мероприятия запланированы в Донской Государственной Публичной Библиотеке, мы сегодня узнаем у Полины Вадимовны Касперович. Здравствуйте, Полина Вадимовна. Расскажите, что интересного и нового запланировали в такой знаменательный 2015 год литературы? Ну, конечно, мы очень ответственно подходим к этому вопросу, потому что где как ни у нас проводить различные мероприятия, где как ни у нас праздновать – это очень важный для нас год. И, естественно, нам есть чем порадовать наших читателей, посетителей нашей библиотеки. Мы будем как поддерживать уже те проекты, которые существуют на данный момент и пользуются популярностью, так и будем создавать какие-то новые события, новые мероприятия, которые, я надеюсь, тоже привлекут еще больше посетителей в нашу библиотеку. И будем стараться вовлечь больше людей в эту атмосферу чтения, в эту атмосферу культуры, которая царит в нашей библиотеке. Расскажите о самых значимых и интересных, на Ваш взгляд, проектах, которые запланированы. Ну вот если говорить о Годе литературы, то как раз-таки 28 января этого года у нас состоится такое первое масштабное мероприятие в рамках Года литературы. Это открытие выставки прижизненных изданий. В 15 часов у нас состоится открытие, мы будем рады видеть всех на ней, потому что выставка действительно уникальная, и на нее открытие будут приглашены литераторы, члены Союза писателей Ростовской области. У нас на 2015 год заявлено несколько новых проектов. Мы сейчас еще находимся в некоторой стадии их формирования и конкретики по каждому из них. Но что я могу сказать точно, это будет запущен новый проект, который будет называться «Улица большой литературы». Но тут будет такая некоторая игра слов в названии, то есть будет писаться другим шрифтом буква «У» и «Лица». То есть одновременно это и «Улица большой литературы», и «Лица большой литературы». Суть какова, что в Ростове-на-Дону на самом деле очень много улиц, названных в честь известных поэтов, в честь известных писателей. И мы хотим у нас в библиотеке, в коридорах нашей библиотеки тоже сделать такие улицы. Улицу Пушкина, Чехова, Тургенева очень много, площади, скверы. И будем делать глобальные открытия этих улиц. Первое открытие у нас запланировано на февраль, дату пока уточняем. Будем открывать, скорее всего, три улицы. Пушкинская, Чехова и Лермонтовская. И площадь Толстого. Каждое открытие вот такого блока улиц, оно будет естественно ярким, естественно с приглашением каких-то и литературных звезд, и музыкальных, и театральных. Это будет обязательно очень красиво все оформлено. И в течение года на каждой из этих улиц будет так называемый праздник там на улице Чехова. И мы будем к этому празднику тоже делать какие-то специальные мероприятия. И мы очень надеемся, что этот проект действительно привлечет и новых читателей, и порадует тех, которые у нас уже постоянные. У нас есть еще новые затеи. У нас будет открыт новый литературный клуб «Лампа». Мы будем приглашать в этот клуб известных писателей, не только ростовских, но и приезжих писателей. Будем устраивать такие вот встречи непосредственно с такой вот личностью литературной. Потом у нас будет проект, который мы называем «Совсем не чайники». В этот проект будем приглашать тоже выдающихся совершенно людей, талантливых людей, но не только из литературной сферы. Но и в принципе это могут быть врачи, это могут быть юристы, это могут быть актеры, кто угодно. Главное, чтобы это действительно была интересная личность. А таких, поверьте, и в Ростове очень много. И к счастью, нам приезжают тоже интересные очень люди. И что немаловажно, что у нас будут мероприятия не только для взрослого населения. Мы также будем стараться поддерживать деток, особенно творческих деток, которые уже, несмотря на свой возраст, хорошо разбираются и в литературе, и даже могут уже что-то написать сами. Мы будем делать для них мастер-классы. У нас будет проект «Сам себе сказочник», в которых мы будем приглашать писателей, сказочников, которые будут читать свои сказки, рассказывать о них. Потом будем приглашать обязательно иллюстраторов, которые будут рассказывать деткам, как правильно иллюстрировать эти сказки. И в конце года мы хотим, чтобы каждый ребенок нашего проекта написал свою сказку, проиллюстрировал его. И мы с сотрудниками библиотеки научим, собственно говоря, их сшивать, делать переплет. И каждый ребенок сможет создать вот такую вот свою книжку, свою сказку. Основная цель года литературы – это вовлечь в чтение вновь. На ваш взгляд, стало больше читающих людей в последнее время или все-таки нет? То, что люди стали больше читать, насколько мы это ощущаем, это ощутимо. И, знаете, никуда не деться в нашем обществе такого понятия, как мода. И, к великому счастью, сейчас стало модно быть начитанным, стало модно действительно читать, стало модно быть умным и эрудированным человеком. Замечательно. Вот подольше бы вот эта тенденция захоронилась, потому что люди как-то стремятся. Я вот тоже наблюдаю, что действительно больше людей старается как-то вот себя немножечко где-то подтянуть, где-то подучить, где-то что-то новое узнать. И узнать это из книг. Мы этому очень рады. И если мы сможем помочь большему количеству людей заинтересоваться в литературе, заинтересоваться в истории литературы, мы будем очень этому рады. Сейчас многие еще читают, естественно, с гаджетов, планшетов. Конечно. Вот именно по этой причине мы не можем тоже, вам сказать, абсолютную цифру, потому что если они перестали читать книги, это не значит, что люди перестали читать вообще. Но вот лично я считаю, что все-таки книга это как-то, ну не знаю, теплее что ли. Спасибо вам большое, Полина Вадимовна. Это был Live Connect. До новых встреч. Помните, читать это модно. Субтитры сделал DimaTorzok